Мотоциклы, снегоходы, квадроциклы Фестиваль стал частью повседневной жизни Это не просто фестиваль, который проходит второй год подряд Это невероятный рывок в будущее Это часть уже созданной традиции, колоссального фундамента Точное количество участников и гостей, признаются организаторы, почитать невозможно Они прибывают с каждым часом Русский самовар, любимец детвора, медведь, байкер, снежная горка и много чего еще Однако главная изюминка русской заставы – это, конечно, заезды техники Ночные еще впереди, но и в светлое время суток скучать не приходится Вот к старту готовятся команды, принимающие участие в соревнованиях мотоциклов с колясками По признанию спортсменов, главное условие победы – любовь к технике Любовь к технике уже, наверное, лет с 10 В последнее время активно стал заниматься эндуро И последние, наверное, 6 лет участвовал в любительских соревнованиях на одиночке Но особых успехов не было, поэтому решил перейти в колясочный класс Построил мотоцикл полностью с нуля, полностью кастомный мотоцикл И вот уже после этого стал привозить призовые места, первые, вторые уже Совет самый главный – доставайте из гаража Уралы, Ижи и вперед Вот самый главный совет – ничего не бойтесь А вот Роман Саввбянов в соревнованиях в этом году не участвует Однако оставить команду капитан не смог Я привел команду, нашу команду, анархия рейсинг Мы из Крылатского, мы выступаем по мотокроссу А сегодня в необычной для нас дисциплине мотоцикл с коляской Я так понимаю, вы тоже будете? Нет, я, к сожалению, по состоянию здоровья не могу быть даже пассажиром Это суровый спорт Но у меня есть команда, и поэтому я все ставки делаю на них Знакомимся с командой Романа На вопрос участникам, пилоту коляски Анатолию Ушакову И рулевому Константину Гусеву, сколько в этом спорте Получаем очень неожиданный ответ А часы есть, участвуем, наверное, час-полтора За два часа просто команда решила, что мы должны участвовать Нет, главное, что нас подвигает это отсутствие ума Мотокроссмен не должен быть думать Мотоцикл вот в эту новую дисциплину с коляской мы приобрели буквально три часа назад Нам привезли его специально под эту гонку И без тренировок эти люди поедут и совершат чудо Мы мотокроссмены-одиночки на обычных кроссовых мотоциклах, но сегодня было сказано, что надо Команда назначила двух пилотов Тем временем, пока команда «Анархия», остальные участники готовятся к своему заезду, финишируют другой класс Самое главное – участие Так, расскажите, с который год принимаете участие в русской заставе? Первый Как ощущения, вообще, как настроение? Класс! Так, а расскажите про своего боевого друга, что это, кто это? Это спидбайк с гусеницей, в простонародье сноубайк Сколько лет уже ездите на нем? Ну, год С детства мотокроссом увлекаюсь Как вы оцениваете вообще свои собственные успехи? 50 лет, во! Мотокросс с коляской, конечно, не так популярен, как классический кросс Однако является очень зрелищной дисциплиной Да и для спортсменов управление таким байком требует больших усилий и слаженной работы всей команды Ну, а зрители, если надо, помогут Тут очень интересно, короче, снегоходы, соревнования много, разных очень На снегоходах, на мотоциклах спортивных Какой вид вот для тебя самый захватывающий был? Когда дети маленькие, первый заезд устраивали Ну, а сам не захотел попробовать? Я не умею, к сожалению Когда на снегоходах, на снегоходах, прямо здесь катались по всекругам Меня это очень захватило, и первый заезд, где дети Так, а скажи, пожалуйста, сам вообще пробовал, может быть, на мотоциклах, на снегоходах? Было, я с дядей катался на мотоцикле, на гоночном по поселку моему, да и все Ну, а вообще не захотел сам поучаствовать? Нет, умею, но не хочу Что и говорить, мотокроссы на русской заставе никого не оставили равнодушными Многие приезжали на фестиваль вместе со своими питомцами, которые абсолютно не пугали Серега Моторов Так, Вероника и Дмитрий прибыли в компании с Харди Энечкой Энечка – это тибетский мастив, флегматично наблюдающий за происходящим вокруг Вы с такими необычными зрителями не пугаются они? Нет, у меня, я сама байкер, они не боятся ничего уже в этой жизни Собака, например, вот эта, она в рюкзаке ездит на мотоцикле и уже привыкла просто А это просто мастив, и вообще все пофигу по жизни, поэтому Русская застава, зима – это целый день соревнований, хорошей музыки и вкусной еды Многие из тех, кто приехал на фестиваль впервые, уже договариваются встретиться здесь через год Как обещают организаторы, сомнений нет, что так оно и будет Татьяна Трушкина, Кирилл Григорьев, День города